Для настройки интеграции запер вам необходимо в разделе настройки админы создать новый аккаунт, присвоить ему роль овнер, задать пароль, после чего опускаемся немножко ниже в раздел запер. Нас интересует этот зап для создания новых заказов. Нажимаем «Использовать». Далее нам необходимо пройти авторизацию в приложении Хорошопа. Домен указываем без http и https. Пароль, продолжить. Авторизацию прошли успешно, нажимаем «Продолжить». Тестируем соединение. Это потому, что у нас не создан ни один заказ. Создадим этот заказ. Вот наш заказ был создан. Проверим еще раз. Запросим тестовые данные. Вот видим, наши данные подтянулись. Продолжить. Так, нас интересует, если нам необходимо по каждой позиции заказа создавать новые строчки в Google таблице, нам необходимо выбрать здесь. Вот. Create a spreadsheet row. То есть нас интересуют строки. Не одна, а отдельные строки. Так, пройдем авторизацию в нашем Google аккаунте. Предоставляем доступ. Так, после чего опять продолжить. Выбираем наш Google диск. Далее нас интересует таблица. Она у меня называется «Orders to Zapper». Так, «Worksheet» — это имеется в виду лист вашей таблицы. И далее нам необходимо сопоставить поля. Вот табличка у меня такая есть. Здесь заглавие присутствует. И по ним сейчас будет происходить сопоставление. То есть, допустим, номер заказа. Я знаю, что это ордер. И здесь плюс есть вот тестовые данные, которые позволяют вам определить, с какими данными вы будете сейчас работать, сопоставлять. Так, вот. Допустим, дату. Name. Email. Fon. Ну и так далее. То есть, этих данных, в принципе, достаточно, чтобы показать суть работы этой интеграции. Продолжить. В таблице вот смотрим сюда. У нас сейчас еще данных нет. Но после этого, как мы нажмем «Test» и «Continue», видим, что у нас появился первый заказ, наши данные. Ну, номер телефона здесь как бы отформатирован. Можно просто поставить апостроф и будет все отлично. Ну, или другими там доступными способами решить. Ну, то есть, вот так вот работает интеграция. После того, как мы удостоверились, что у нас все отлично в таблице, включаем наш ZEP. И теперь при создании новых заказов. Вот видим наш заказ номер 2. Здесь уже можно все закрыть. Смотрим нашу таблицу. Сразу же добавилась информация. Информация добавляется только о новых заказах. Если до настройки интеграции у вас были заказы, они в эту таблицу не попадут.